Всем привет, с вами RazerX и это новая передача мнение. В ней я буду рассказывать своё мнение о всяких играх, которые я прошёл, программах, возможно, Windows, Сином, ещё что-то, о других видео и всё в этом виде. Так вот, сегодня в передаче я хочу рассказать своё мнение о игре Assassin's Creed. Я его прошёл, ну точнее прошёл не полностью, только сюжетную линию, потому что остальное мне как-то и не особо хочется проходить, хотя можно будет потом немножко позаморачиваться и пройти всё. Так вот, что я хочу сказать. Начнём с сюжета. Сюжет, как всегда, то, что вытягивает эту игру, то есть вот основное, из-за чего хочется играть в эту игру. Что происходит? Хрен на него. Так вот, сюжет достаточно интересный, интересно играть, следить, что происходит, как оно, что, то есть развивается. О самом сюжете я ничего говорить не буду, вы сами пройдёте, посмотрите, или другие видео посмотрите, например, летсплеи всякие. А вот, рассказать именно, вот в общем, я хочу, что вот мне понравилось, что нет. Сюжет, как всегда, запутанный, интересный, очень интересно узнавать что-то там новое и всё такое. Уже, так сказать, сделано на высшем уровне, всё. Но вот в конце как-то... Вот в конце как-то что-то мне не понравилось сам... Вот конец уже игры. То, что в конце игры просто вот главный герой умирает и всё. То есть ничего не происходит толком. Это как-то не совсем правильно. Хоть бы что-то могло произойти, то есть вот умер и всё, и там вот эта, так сказать, богиня или как-то её... Она как бы выходит и всё такое, и всё, и конец игры. То есть толком ничего не происходит, это неинтересно. Хотелось большего... Так вот. Ещё что я хотел бы сказать. Это то, что сюжет хоть и запутан и всё такое, но он становится очевидным. То есть в предыдущих частях было как-то совсем... Вот ты что-то мог увидеть такое, что ты даже не ожидал увидеть совсем. Тут уже начинаешь предугадывать то, что будет и всё такое. То есть сюжет как-то не то. Меня сейчас начнут заатаковать. Так вот, я думаю, это всё, что я хотел сказать о сюжете. То есть он, в принципе, хорош, но уже хуже, чем в предыдущих частях. Вот так можно сказать. Второе, это, конечно же, графика. Потому что это, так сказать, одни из основных составляющих. Это сюжет, графика и геймплей. Второе я расскажу о графике. Так вот. Графика, конечно же, как вы видите, ну, лучше. Намного лучше, чем в предыдущих частях. То есть чем в Assassin's Creed 2, в всех дополнениях. То есть улучшения есть. Они заметны. Конечно, это и улучшенная прорисовка всяких зданий и всего такого. Так и растений, персонажей уже всё-таки лучше стало. Но всё-таки есть недостатки из-за того, что, так сказать, движок уже достаточно старый. И они, ну, в принципе, не изменяли. То есть он остался старым. Как мы видим, деревья уже на этом движке. Но всё-таки не такие, как на других движках поновее. Но, в принципе, в общем, если посмотреть, то достаточно хорошо. Большие открытые пространства на этом движке получились. Вот в предыдущих частях были намного меньше. То есть тут уже, да, вот ты уже начинаешь бегать, ты уже смотришь. Вот действительно открытые пространства большие. Также второе, что хочу сказать, это ещё снег. Вот снег сделали действительно хорошо. То есть ты по нём идёшь, он таптывается, замедляет движение персонажа, когда ты по нём идёшь. То есть именно глубокий снег. Это достаточно, ну, сделали интересно. По крайней мере. Такого я ещё, в принципе, не видел, не помню. Возможно, видел, но как-то не обращал внимания. Но неплохо. Что из минусов графики, вот только деревья там и всё. В принципе, вот всё остальное очень хорошо прорисовано и отлично выглядит. Следующее, о чём хочется сказать, это искусственный интеллект. Не знаю, почему не геймплей. Потому что искусственный интеллект как-то вот очень странно действует. Вот если посмотреть, то есть всё сделано для того, чтобы ты никогда не проиграл. Потому что нападает на тебя обычно только один из вражеских персонажей, максимум два. То есть вот, если два напало, это уже, ну, вот, много как бы. Обычно нападает один. То есть стоит вокруг тебя, например, шесть человек и нападает только один. То есть вот это немного странно. То есть ты можешь убить всех шестерых сам. Такого быть не должно. То есть ты не должен быть просто каким-то богом, чтобы бегать и всех убивать подряд. То есть это нехорошо. Вот, что мне не понравилось. Ну, ещё, в принципе, неплохо сделали, что вот уже некоторые враги стоят задалека и стреляют. Остальные стоят возле тебя и бьют. И ты, конечно же, можешь прикрыться кем-то из них. Но вот были такие приколы, например, ты стоишь, ну, точнее, я стою за камнем. Например, вот какой-то камень, вот, сейчас я найду, вот такой, да. Вот ты стоишь там, вот, и вот так как вот тот сверху стоит, он там сидит, мужик какой-то, вот, он так же стоит. Камень немножко повыше, правда, был. И он по мне стреляет и попадает. То есть в любом случае он попадает. Хотя ты можешь зачем-то стоять. Это, конечно, не очень хорошо. Это, ну, могли бы как-то уже продумать, это исправить или что-то типа того. Но ладно. Пусть будет так, что, так сказать, огнестрельное оружие только сейчас ввели. Ладно. Я ещё на нём немножко позже расскажу. Следующее всё-таки геймплей. Что о нём можно сказать? Такой же, как и в предыдущих частях. В общем, практически ничего не изменилось. То есть, так же бегаем, то есть, со всеми изменениями, что были в предыдущих частях. То есть, там уже оружие всякое покупать можно. Хотя я ни одного не купил. Не считая того, что надо по миссии вначале купить. Ну, и, в принципе, что? Всё, бьём, стреляем всех. То есть, уже вот изменения это огнестрельное оружие. Лук. Как во всех новых играх, потому что это уже так стало как-то популярным делать лук в играх. Так вот. Вот это основное, что есть из геймплея. То есть, всё, в принципе, осталось. Так, как было и раньше. Не знаю даже, что сказать о геймплее. Только то, что... Я хочу следующее сказать. Это изменение основное. Так сказать, вообще, вот глобальное. Основное изменение это корабли, конечно. То есть, тогда, когда мы плаваем на кораблях сами. Это достаточно интересно. Вот, круто сделано. Не знаю, вот он мне очень понравилось. Вот, плаваешь именно. Вот, интересно сделали это всё. И вот, миссии именно на кораблях действительно мне понравились. То есть, круто. Вот, как видите, по-моему, не стреляют даже. Так вот. Это то, что мне понравилось. То есть, вот корабли действительно круто сделаны. Я, правда, немножко в некоторых деталях не разобрался. Но, в общем, неплохо. Вот, блин. Так вот. Следующий всё-таки ещё немножко расскажу о огнестрельном оружии. Оно, конечно, есть. Но вот, так сказать, пользы какой-то большой оно не приносит. Потому что выстрелы из него получаются очень медленным. То есть, скорострельность... Скорострельность очень маленькая у огнестрельного оружия. Всё потому, что оно однозарядное в основном. Ну, есть двухзарядные здесь пистолеты. Но, в основном, это всё однозарядные пистолеты. И всё такое. То есть, ты один раз выстрелил и полчаса перезаряжаешь. Это, не знаю, вот, мне это очень не понравилось, что нет такого оружия действительно интересного какого-то. Поэтому, в основном, им практически не пользуюсь. То есть, там может быть большая битва, и ты один раз выстрелишь. Потому что, пока оно зарядится, то очень долго пройдёт. Ещё что, вот, действительно не понравилось. Это финальная сцена, то есть, там, где Дезмонд умирает. Вот это действительно, ну, как-то вот совсем просто. Он умирает, и всё. И вот, конец игры, то есть, всё. То есть, не знаю, это первая игра, где как-то конец никакой не счастливый. Вообще, не очень вообще конец игры. Ну, он есть, и ладно. То есть, вот, хоть он и плохой, но он есть. Следующее, что в конце игры мне не понравилось, это титры, которые идут очень долго. Ну, просто очень долго идут титры. Причём медленно и долго. Это действительно как-то не особо хорошо. А ещё самое основное, что после титров есть ещё миссии. То есть, так сказать, по основным заданиям, вот, в этом мире именно, в анимусе, есть ещё миссии, которые можно пройти. Но, вам нужно пересмотреть все титры. Это просто ужас. Я не знаю, зачем такое делать. Ну, это ужасно было. Я сидел, я, наверное, сходил, поел, попил, взял чай, попил чай. И ещё ждал, пока они закончатся. То есть, это вообще долго, очень. Зачем такое делать, непонятно. Но, ладно. Ну, такое и есть, и ладно. В общем, что можно сказать о игре? Она понравилась. Действительно интересная игра. Если я не ошибаюсь, последняя часть в серии. Действительно. Вот они постарались и сделали действительно хорошо. Очень даже хорошо. И всем любителям серии понравится, конечно же, безусловно. И, ну, те, кто не очень любят, возможно, тоже понравятся некоторые моменты. Потому что, вот, на этот раз игра сделана действительно хорошо. Это было моё мнение о игре Assassin's Creed 3. Не знаю. В ближайшее время будет ещё мнение других игр, которые я вот начал проходить. То есть, я вот много игр не проходил. Я начал играть в Far Cry 3. Медаль за отвагу. Не помню, как она там точно называется. Ну, вот новую, последнюю часть. Также, возможно, ещё что-то я буду проходить. И я, конечно же, если будет какое-то мнение, расскажу об этом всём. А вот теперь я хочу рассказать о том, что не понравится фанатам игры. Это действительно то, что, вот, мои наблюдения о багах всяких. То есть, вот, теперь я буду рассказывать всё плохое о ней. Всё самое плохое просто. Начнём с того, что мне не понравилось вообще это, вот, именно как плавает персонаж. То есть, вот, сейчас я, возможно, даже покажу, там недалеко вода. То есть, плавать можно только, вот, поверху. То есть, нельзя нырнуть, там где-то, по чем-то проплыть. Вот, то есть, вы вот сверху вот тут плаваете, и всё. И вот, вот нельзя. Всё, вот вы плаваете, и всё, нельзя. То есть, вот, нырнуть, это вот так он, вот так. Как бы нырнул, всё. Вот, это единственное, что можно сделать. Вот, вы поплавали, и вот он выплывает, и всё. Ещё и устанавливается. То есть, вот, плавать здесь по-нормальному нельзя. То есть, вот, поверху плаваете, и хватит, называется. Ну, да ладно, вот, как бы есть, и ладно. Как бы есть. Второе, что не понравилось, это, конечно, лошади. То есть, по сравнению с некоторыми предыдущими частями, они, по-моему, стали бегать медленнее. Намного медленнее, и как-то вот, совсем нехорошо это всё. Ты бежишь, территории большие в этой части, и это очень долго передвигаться на лошади. Вообще, надоедает ужасно. И, так сказать, не очень хорошо. Следующее, это будут баги. И вот, один из них, вот, прям сейчас вы могли наблюдать. Вот, то есть, мы передвигаемся по городу, то есть, я бегаю вот туда-сюда, да. И при этом, вот, люди, те, кто здесь ходят, вот, можно увидеть вдали, они появляются прямо на ходу. Ну, то есть, ты бежишь, и они появляются. То есть, видно, как они появляются. Это для игры очень плохо. Я не знаю, то есть, на такие большие открытые пространства движок не рассчитан совсем. То есть, вот, я могу бежать, и, ну, вот, из-за дождя уже не видно, но, вот, если дождя нету, вот, видно, как появляются. Вот, смотрите. Вот, сейчас я бегу, вон, появился один. То есть, вон, лошадь появилась с ним, прям на ходу. То есть, вот, солдаты вот только появились и начали идти. То есть, многие вот так, персонажи здесь появляются прямо, вот, ты бежишь, и они вот на ходу появляются. Их нету, нету, бац, появились. Это я считаю багом таким небольшим, ну, да ладно, он еще не мешает играть. А вот следующие баги, они действительно мешают играть. Я один раз играл, не помню, какая-то миссия, где нужно было пройти и убить какого-то там типа, я уже забыл, если честно. Так вот, я бежал по берегу реки, просто бегу по берегу реки, и вдруг проваливаюсь под землю, просто проваливаюсь под землю. То есть, бац, провалился, и там куда-то лечу непонятно куда, и умираю, разбиваюсь. Что это было, я не понял, но как-то стало прям странно, так чувствую себя, что игра получается недоделанная практически. А вот, кстати, тот баг, вон, повозка только что появилась. Так вот, таких багов было у меня три, то есть я три раза проваливался в никуда. Не знаю, другие говорят, у них таких, ну, таких багов не было. Возможно, я где-то бегаю не там, но если там можно бегать, значит там не должно такого быть. Так вот. Это как-то достаточно странно, мне действительно не понравилось это, что такое происходит. И было неприятно. Следующий баг тоже вот достаточно такой существенный, это баг с лошадью. Когда ты, так сказать, на лошади едешь, и вдруг наезжаешь там, например, лежат какие-то ящики, бочки, еще что-то вроде этого. И ты на них наезжаешь, то есть, ну, ты заезжаешь на них наверх. Заехать ты заехал на них, а спуститься уже не можешь, лошадь на них застревает. То есть, если ты убегал, то ты застрял, все. Ты вполне будешь стоять и не сможешь съехать. То есть, как-то совсем было мне неприятно. Такое мне было два раза. Едешь, едешь, хочешь куда-то быстро доехать, и при этом застряешь на каких-то бочках, еще чем-то. Это достаточно неприятно, то есть, вот так. Что еще сказать? Что вот с лошадью это не единственный баг, то есть, есть еще, когда ты останавливаешься на каком-то месте, то есть, вот. Просто едешь, 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 и где-то, бац, она просто останавливается. То есть, такое ощущение, что в стену врезается, хотя на самом деле там ничего нет. Были и такие баги, то есть, тоже не особо приятно такое. Еще одно, что, ну, не так, чтобы баг, но вот то, что неприятно, это управление. То есть, Ubisoft обещали, что управление исправят, то есть, оно будет нормальным, не кривым, как раньше. Но, если честно, изменений не наблюдается. Как-то вот совсем все плохо. Например, ты можешь бежать где-то за кем-то, ты гонишься, да? Вот ты бежишь, 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 вот так за угла выбегаешь и врезаешься вот этот угол. Именно вот в угол врезаешься просто. Ты можешь бежать и врезаться в угол. Как-то вот совсем неприятно врезаться в угол. То есть, вот так можешь бежать и вот так сделать. то есть ты не хочешь этого делать но он делает и ты уже упустил того за каким гонишься и все то есть ты просто рядом пробегаешь на самом деле врезаешься и наоборот когда ты хочешь залезть куда-то он куда-то то есть он туда не хочет залазить он пробегает мимо то есть вот как-то совсем это неправильно сделано и нехорошо это принципе все что я хотел сказать то есть остальные там конечно есть еще баги но они так именно по мелочи не почти не замечаются если даже есть это основные такси баги ошибки и все такое всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки смотрите другие мнения с вами был разерикс всем пока